Приветствую, уважаемые зрители канала Заметкину Мизмата. Как уже говорил в одном из предыдущих выпусков, давайте немножечко с вами поговорим не только о монетах, но и о принципах коллекционирования, о терминах. Когда вы принимаете решение о некой системе своей коллекции, тогда-то вы и становитесь, наверное, именно коллекционером Мизматом, а не просто собирателем монет. Как я уже рассказывал, тоже в одном из выпусков, моя личная коллекция началась просто с кошеля монет самых разных, разных стран, разных исторических периодов, хранившихся в моей семье. Никакой системы такая коллекция не имела и коллекция, конечно, называться не могла, хотя каждый волен называть так, как ему это нравится. И вот только тогда, когда у кучки монет появилась система, а коллекционер для себя выбрал направление, в котором он будет развивать, так как объять необъятное невозможно, тут-то и появляется уже нумизматика и нумизматическая коллекция. А принципов такой коллекции очень много. Если мы говорим вообще о монетах мира, то я знаю коллекционеров, которые взяли себе за идею собрать подборку монет всего мира. А ведь в мире около двухсот государств, по крайней мере, сто восемьдесят пять из них пользуются своими денежными знаками в данное время. Может быть даже и больше, потому что какие-то государства выпускают свои монеты, пусть в рекламных или сувенирных целях, и тем не менее эти монеты относятся к тому или иному государству. Иногда чеканятся на заказ на монетных дворах других стран, так как понятно, совершенно не в каждом государстве такое предприятие, как монетный двор есть. Итак, первый принцип по комплекту монет всего мира. И оказалось не так просто такой комплект собрать, так как монеты меняются, изменяется их дизайн. Во многих странах и происходят серьезные инфляционные процессы, поэтому буквально в соседних годах можно встретить похожие монеты с совершенно разным количеством нулей, но одинаковой покупательской способностью. Поэтому, казалось бы, простая задача по подборке монет каждой страны не так легко решается, чтобы исполнить их в каком-то едином контексте. Например, можно сказать, что большую ценность для коллекционеров представляют алюминиевые монеты, выпускавшиеся в оккупированной Франции в период Второй мировой войны. Для самих французов они скорее как неприятное напоминание, а для коллекционеров ценные, интересные предметы, относящиеся к конкретному историческому периоду, и таких примеров много. А можно собирать монеты по номиналам, выбрав, разумеется, какую-то одну страну. И тут возникает другая дилемма. Если мы берем, скажем, Российскую империю, даже не захватывая период советский, даже не захватывая современную Россию, лишь время правления династии Романовых, начиная с эпохи Петра Первого, проведшего реформу и подарившего таким образом России деньги, привычном нам понимании монеты, точнее говоря. За это время сменилось много императоров, несколько раз происходили денежные реформы, и что же тогда собирать? Собрать по образцу монеты каждого императора? Вариант, но не всегда это возможно. Кроме того, в направлении одного и того же императора могли быть значительные отличия в дизайне монет. Ну, скажем, за время правления Николая Первого внешний вид монет медных, серебряных и золотых поменялся несколько раз, причем кардинально. И имея какую-то одну, скажем, рублевую монету времени Николая Первого, вы совершенно не имеете в коллекции показатель этой эпохи. Это лишь одна из монет, которые сильно менялись в период этого правления. Скажем, в период правления Александра Третьего, беспортретные варианты монет сменились в Российской империи на банковские портретные монеты. Рубль 50 копеек, 25 копеек, золотые 5 рублей и 10 с 1886 года. И уже до конца существования Российской империи банковские монеты выпускались у нас именно в портретном варианте. До этого же более 90 лет в беспортретном. Но получается, что на время правления одного императора приходится совершенно разные по внешнему виду монеты. Ну и даже если взять приближенное к нам время правления Николая Второго и взять, ну скажем, только рублевые монеты. Портрет многократно менялся, но монет там дворе сменилось несколько ментсмейстеров, и каждый отметился своим знаком на монетах. Поэтому коллекционер, собирая исключительно лишь рубли Николая Второго, может действительно иметь в себе самую настоящую коллекцию. Ведь мы таким образом подразумеваем монеты знаками ментсмейстеров АГ, ЭБ, ФЗ, ВС, да еще к тому же монеты, заказанные на иностранных монетных дворах. А если к этому добавлять различные варианты портретов, коллекция увеличивается. А если еще собрать монеты по годам, хотя это совсем не просто, так как в некоторых годах монеты очень редки из-за небольших тиражей. Коллекция становится и большой, и нелегко собираемой. Какие-то экземпляры можно прорискать чуть ли не всю жизнь. Ну, во всяком случае, некоторых номиналов. Видите, как много самых разных принципов коллекционирования существует и каждый сам может выбрать эти принципы для себя. Ну и, конечно же, постепенно расширять. Большинство людей, конечно, начинают собирать Российскую империю с монет Николая Второго. Потом, чаще всего, прибавляют хотя бы по монете каждого императора, императрицы. Потом добавляют разные номиналы, потом уже разные варианты портретов, орлов, знакомец мейстера. И, таким образом, даже по типажам, не говоря уж о годовых небольших изменениях, собрать достаточно полную коллекцию монет Российской империи не просто решаемая задача. Но, я думаю, тем интереснее коллекционировать монеты и тем больше возможностей каждому выбрать то направление, которое ему наиболее близко, наиболее ценно и отвечает его потребностям. Пусть ваши коллекции пополняются, а помогать вам в этом будет канал Заметки Нумизмата. Смотрите нас. Спасибо.